25 апреля 2014 года в городе смоленских атомщиков Десногорске прошел традиционный экологический субботник. В нем приняло участие более 500 работников и ветеранов Смоленской АЭС, а также коллективы других учреждений города и общественных организаций. Субботник прошел в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна», проводимого при поддержке Росприроднадзора. По всей стране к субботнику присоединилось более 300 тысяч человек из 75 регионов России. Субботник в Десногорске – это заключительный аккорд месячника по очистке города, который традиционно проводится весной. За прошедший месяц силами Смоленской АЭС подрядных организаций, общественных объединений и городских служб был выполнен большой объём работы по очистке придомовых территорий, дорог и газонов, ремонту малых форм на игровых и спортивных площадках, очистке от мусора и веток деревьев, лесопарковых территорий и набережной водохранилища. Весь намеченный в рамках субботника объём работ был выполнен качественно и в срок. После проведённых мероприятий город выглядит аккуратным и чистым. Въезжая в город, мы понимали, что это действительно современный город, где на дорогах нет ям, где улицы чистые, где жители города улыбаются. Мы уверены, что горожане оценивают ту работу, которую выполняется и администрацией, и общественными организациями. Уверены, что мы будем дальше выполнять эту задачу. Но вместе с тем хочется, чтобы всё, что было сделано, оставалось на благо наших жителей. С каждым годом число участников субботника растёт. Всё больше инициативы проявляют молодые люди, общественные организации и отдельные жители города. Для нашего поколения субботник – это вообще давняя хорошая традиция. Традиция своим трудом выбирать свой город, делать его чище, чтобы приятнее было бы по нему ходить, чтобы приятно было бы смотреть. Ну и весеннее солнце и прекрасная погода просто делает эту работу замечательно. Субботником работа по наведению порядка в городе не заканчивается. Впереди большой объём работ по ремонту улично-дорожной сети и поддержанию в надлежащем состоянии площадок и элементов благоустройства, созданных в предыдущие годы. Давайте сохраним ту чистоту, которую мы сегодня добились сообща. С 22 по 24 апреля в средней школе номер один нашего города проходил торжественный итоговый сбор дружины детско-общественной организации «Радуга», который посвящён 69-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Вы все, ребята, прекрасно знаете, что Великая Отечественная война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашего народа. Вы помните, что натрелось четыре страшных года. Это 1418 дней и ночей. Эта война принесла нашему народу много горя, бед, несчастья. На предыдущем сборе дружины, который состоялся 17 марта, был дан старт летописи «Маленькие герои большой войны». Все классы школы получили задания и должны были до 22 апреля подготовить, собрать, изучить и оформить красиво материалы об одном юном герое-защитнике. И вот для подведения итогов о проделанной работе в актовом зале школы собрались обучающиеся с 1 по 11 классы, классные руководители, администрация школы, родители и гости. Каждый класс подготовился ответственно и поведал историю своего героя. Кто-то оформил стен газету, кто-то подготовил доклад, были здесь и инсценировки, песни, ну и, конечно же, стихи. А ребята с 1 по 5 классы оформили выставку рисунков о детях в годы Великой Отечественной войны. Сколько их маленьких героев, которые, несмотря на свой юный возраст, отдали жизни за победу. В знак памяти о их подвигах в зале были зажжены свечи, и стук хронометра отсчитал минуту молчания. Поздравление обучающимся школы с наступающим праздником Победы пришел сказать почетный гость – председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Игорь Владимирович Журавлев. Я от имени фронтовиков, которых у нас в городе осталось всего 29 человек, поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы, желаю здоровья, счастья, успехов в школе, чтобы уважали своих учителей и чтобы у вас все было хорошо. Кроме того, наилучшие пожелания я передаю от моих ребят, с которыми вместе воевали. Это ребята, которые воевали в Афганистане, они сейчас уже мужчины, мужчины, которые воевали на Северном Кавказе. Мы – наследники наших боевых традиций, наших дедов, прадедов. Завершился сбор дружины общим исполнением гимна детской школьной организации «Радуга».